Великобритания раздумывает, разрабатывает планы и советуется со своими союзниками относительно того, чтобы отправлять свои военные корабли и корабли союзников для создания морских коридоров для свободного прохода кораблей в украинские порты, в ту же самую Одессу и в другие порты, которые на сегодняшний день заблокированы. В этом контексте очень важно понимать. Первое. Готовы ли Соединенные Штаты Америки, по вашему мнению, будут участвовать в подобной инициативе? И учитывая, что любой подобный заход кораблей в Черное море все-таки может спровоцировать риск прямого столкновения между британскими силами и вообще силами НАТО и российскими кораблями, будут ли готовы в альянсе пойти на такие прямые риски? Это предложение было внесено литовским руководством, членом НАТО. И Борис Джонсон с большим интересом отнесся к этому предложению. И сегодня этот вопрос обдумывается у нас в Пентагоне. Действительно риск столкновения вооруженных сил НАТО и российских резко повышается. Турция уже среагировала позитивно на этот вопрос. Не прямо, а сказала, что об этом можно говорить. Почему? Потому что, как вы знаете, Турция закрыла Босфор для военных кораблей, в том числе и российских, и натовских. Но в данный момент, когда вопрос стоит вот таким образом, слава богу, при всем том, что сегодня Эрдоган пытается создать какие-то проблемы для членов НАТО, исходя из чисто шкурных своих личных интересов. И тем не менее, он, во-первых, с одной стороны, готов встречаться с руководствами НАТО и Швеции и Финляндии по поводу вхождения их в ряды НАТО. А с другой стороны, он готов поговорить о возможности принятия предложения литовского руководства и поддержки Великобритании под создание подобного коридора. Я думаю, что это будет создано. И хотят ли Россия русские или нет, этот коридор должен быть создан. И это ускорит, я так думаю, ускорит конец этой войне. В конце концов, сегодня, вот, например, вчера появилось сообщение, что крейсер «Макаров» появился в акватории Черного моря. И ряд других российских кораблей появляется сегодня. И я думаю, что этот «Макаров» должен быть добит, как это случилось с Москвой, к примеру. И это произойдет очень скоро. Тем более, что украинские войска показали свой опыт, свой навык, использовав два гарпуна собственного производства, кстати. И они сделали все возможное, чтобы Москва исчезла. Я думаю, то же самое сегодня может произойти с «Макаровым» в любой минуте. Так вот, создание подобного коридора, мне кажется, неизбежно. Это ускорит поражение Путина в этой войне, позорной войне. И он свернет свои манатки и исчезнет с украинской земли. Будут ли США готовы участвовать в создании такого коридора путем отправки своих кораблей? Ну, мне кажется, оно неизбежно. Хотим мы того или нет, потому что наши корабли более приспособлены к подобным вещам и к оборонительным, к атакующим. При всем том, что британцы тоже довольно сильны в этих вопросах. И тем не менее, я думаю, что наши крейсеры уже там давно находятся в этой близости. И они очень быстро могут войти в театр действий. Тем более, что такие планы давно лежат на столе у Остина. Об этом разговор шел еще, я помню, в Комитете по вооружению Конгресса нашего. Это было еще более чем месяц назад. Поэтому я думаю, что американцы даже возглавят обеспечение такого коридора. Я не сомневаюсь в этом. Субтитры создавал DimaTorzok